С учетом вашего опыта, как генерал-майор ФСБ, как видится происходящее сейчас с Министерством обороны? Что происходит? Что это за спецоперация? Воры в погонах или воры в погоне? И как это воспринимается вами? Что делает сейчас ФСБ? Что делает сейчас Путин с Минобороны? Когда я работал на строительстве Ингури ГЭС, у нас был один родитель, Грел, который говорил, какой странный русский язык. Вокруг дома строишь запор, дверь закрываешь на запор, в туалет сходить не можешь, тоже запор, ничего поднять и прыгнуть, так и здесь в погоне, в погонах и так далее, и так далее. Ну, во-первых, давайте откровим. Мы с вами все-таки не дети и понимаем, что эти пирожки не сегодня выпекли. Минобороны для них замесили очень давно, и все это время, пока люди беззаботно воровали, на них копились папочки. Все это было хорошо известно. Просто Путин не считал нужным начинать посадки. Теперь Путин решил, что надо начинать посадки. А вот почему он сейчас решил, что надо начинать? По нескольку причин. Причина первая. Выступление Пригожиного показало, что его никто не подтешил. Никто за него не попытался заступить. Все просто стояли и смотрели. Дойдет это колесо до Москвы или не дойдет? Зашло бы колесо, сел бы Пригожиным в Кремле, в Кремле, никто бы ему слова не сказал, никто бы ничем не помешал. Да, это вот для него стало очень-очень существенным уроком. Я все время говорил, что как только он развязал войну, и как только на Западе стали вводить решительные санкции, вокруг него возник круг людей, ненавидящих его. Потому что благодаря ему они наворовали, черту угу, и из-за него они решились наворовывать. Значительной части, причем самой респектабельной части наворовывания. Дворцы, яхты, коттеджи, счета и так далее, и так далее. То есть вы поймите, люди же они часто думают, не думают о том, что они получили деньги благодаря Путину, а благодаря тому, что они могли безнаказанно воровать в его времена. Они считают, что это они такие вот замечательные, что это результат их необыкновенных человеческих достоинств. А уж когда из-за него лишаются, вот представьте себе, там, жены, дочки, сыновья, которые привыкли к сарбонным, к каким-то подиумам, к яхтам, к замкам, бассейнам. И вдруг все. Отдыхать, извольте, в Карелии. В Кисловодске ездите, можно на Алтай. Правда, самолетов туда скоро летать перестанут, потому что самолетов не будет. Ну, на поезде он не очень доберется. Конечно, это привело к тому, что вокруг него, я считаю, в основном люди его ненавидящие. Это реально. И он это понимает. Он это хорошо понимает. Поэтому я давно уже говорю о том, что неизбежно наступит период, когда людей, которые благодаря ему обогатились и из-за него все лишились, он начнет менять на людей, которые из-за него ничего не лишились, но которые благодаря нему могут обогатиться. То есть, по сути, и он сам это сказал. Вам предстоит смена элит. Новые элиты должны быть с фронта. Потом так дополнил, что речь идет об элитах 90-х. Но кто имеет уши, тот понял, что он будет избавляться от тех, кто его окружает и кто его ненавидит за то, что лишились из-за него всего самого лакомого в своей жизни. Он это откладывал. Видимо, считал, что ситуация терпит. Ну, вот до выборов, когда все уже может начинать как бы под формальным придумом. Это вот вторая причина. Третья причина. Он ясно понимает, что начав войну в Украине, он вляпался в войну надолго. Даже если представить себе, что он захватил всю Украину, всю ее территорию оккупировал, война на этом не закончится. Он будет продолжать оставаться в жесткой конфронтации с Западом. Он открыл фронт, который неспособен закрыть. В Украине он не может закончить. Так что это война на долгие годы. А денежек, извините, все меньше. Денежек-то все меньше. Потому что это только у нас говорят о том, что ой, как хорошо, у нас такой садо внешней торговли, у нас экономика растет, ВВП 3,5. Только давайте говорить откровенно. Рост ВВП является убыточным. Это тот рост ВВП, который идет за счет бюджетных ассигнований и превращается в пожарище на полях сражений. То есть это убыточный рост ВВП. Да, приносит юань. Почти ничего, кроме юаня. Это позволяет покупать товары народного потребления в Китае и, в общем, стабилизировать рынок, не допуская больших скачков инфляции. Именно поэтому потребовалось перевести Белоусова в Министерство обороны, чтобы решить две задачи. Убрать из правительства человека, который выступает против рыночного регулирования, нормальных рыночных методов и параллельной экономики. А в Министерство обороны посадить человека, которому можно получить аудит в Министерство обороны. И, может быть, там, оптимизацию заказа на новые виды военной техники. Короче говоря, перспектива войны долгая. Денежек все меньше. Как быть? Перейдется перестать воровать? Ну, хотя бы попытаться сократить наше образство. Потому что те, кто говорят о борьбе с коррупцией в армии, не понимают, что это же вы, ребята, подумайте о том. Вы у всех прапорщиков сумеете поставить на место, который со скрада себе лучше тащит. Или там майора стоящего над прапором и так далее, и так далее. То есть надо понимать всю эту махину. Итак, вторая причина. То, что денег уже начинает не хватать. Нормальный день военных действий. И при том масштабе воровства. А я прикидывал вообще, что значит воровство в России с королем в цифрах. Вот, допустим, мы считаем, что... Ну, так, берем усредненный бюджет Российской Федерации. Ну, допустим, 450 миллиардов долларов. Берем десятилетний интервал, начиная с Крыма. Когда требовалось все усиливать. За 10 лет это 4,5-3 миллиона долларов. Военный бюджет... Доля военных расходов в бюджете. Ну, берем за этот период... Ну, 15 процентов. Да? А 4,5 триллиона... Это нам задает 650 миллиардов долларов. Честно говоря, я глубоко убежден в том, что... Извиняюсь за выражение, норма хищения в российской экономике, в государственном секторе составляет 30 процентов. Но это нас выводит на гомерическую сумму 180 миллиардов долларов. Я готов признать свою неправоту и сумму уполовинить. Ну, вот, по моим оценкам, примерно за 10 лет масштаб хищения достигает 90 миллиардов долларов. А это денежки. Это денежки. И вот их надо постараться... Извиняюсь. Буду сушить. Значит... И в этом заинтересован еще один персонаж. Прекращение воровства. И это третья причина. Этим персонажем является товарищ Си Цзиньпинь. Дело в том, что... Последние два года Россия живет на деньги Китаю. Именно Си Цзиньпинь определяет, какой будет торговая скидка на нефть. Какая будет цена на газ для России. Есть такой фильм... День выборов. Там есть выражение, которое я очень люблю. Мы ведь на это глаза приподзакрыли. А ведь мы можем и приподоткрыть. Си Цзиньпинь решил, что он же у себя боролся с этим. Он же к власти пришел на волне борьбы с коррупцией. К Китаю, когда Си Цзиньпинь начал реформу, при Дзиньзимине и так далее, вот сложилась система из 200 семей, которые создали такие... Ну, фактически переделили между собой военную, политическую, экономическую власть в стране. 200 куан. А он пришел на волне борьбы с этим. И тут вот он, я уверен, говорит, что друг мой, милый Володя, мы, конечно, будем тебя поддерживать, до тех пор, пока это не очень нам вредит. Но уж, пожалуйста, займись над тем, чтобы наши деньги не вам по карманам растекались. Я у себя-то с ворами борюсь. А вашим ворам деньги отдавать мне совсем не хочется. И, откровенно говоря, у меня по этому ощущению, что Шойгу с собой Путин захватил во время визита, для того, чтобы сказать, товарищи, ну ты этого хоть прости, а с остальными я буду разбираться. Поэтому, как бы, прощение, бургенцы, а вот со всеми остальными. Вот мне кажется, эти четыре причины, слившиеся в едино, они дают эффект, который, да, открываются папочки. Папочки есть на всех. Но где-то внутренний голос мне подсказывает, что в первую очередь папочки будут открываться на тех, у кого было что-нибудь за рубежом. Домики, счета, там, времяпровождение и так далее, и так далее. А армию будут обезглавливать для того, чтобы поставить во главе армии новое руководство, которое ничего не потеряло. После 2022 года поток поднималось по служению лестницы к новым должностям из вами. Ну, это очень интересная аналитика. Единственный короткий вопрос к вам, именно как генерал-майора ФСБ. То есть, правильно я понимаю, что существуют те самые папочки, практически на все коррумпированное руководство армии, военная контрразведка и службы экономической безопасности ФСБ отслеживают и видят, через какие ОООшки, ИП, Тимур Иванов, Руслан Цаликов и вся вот эта вот мафия с якорными подрядчиками, субподрядчиками, куда все это выводилось. Все это отслеживалось до определенного момента, до какой-то отмашки. То есть, вместо того, чтобы в какой-то конкретный момент какой-то майор регистрировал рапорт и направлял материалы в следственное управление ФСБ или в ГВСУ, СКР для реализации этих материалов и задержания и так далее, военная контрразведка и служба экономической безопасности ФСБ России накапливали папочки, периодически докладывали наверх, но это всех устраивало. Это устраивало единственного человека, обладающего властью в стране. Видите, вот ювелизированные структуры, я часто об этом говорил, ФСБ в первую очередь, они действуют по принципу, что приказано и что позволено. Если то, что позволено совпадать с тем, что приказано, это идеальная работа. И действует значит. Приказ должен соответствовать закону. Если же позволено не то, что приказано, это уже характеризует систему развращения, степень развращения. Вы очень правильно сказали, кстати, что речь идет о взаимодействии военной контрразведки и структуре безопасности. Потому что танцуются в обоих концов. В одном конце заказчики и распорядители денег, а в другом получатели денег, обналичивающие, опять, видите, мы возвращаемся, время обналички, и делящиеся частью сэкономной. Конечно, это да. Да, рапорта были, да, папочки подшивались, да, начальники смотрели, консультировались, можно ли, взяли. Не время, не время, ждите, готовьтесь, закапливайтесь. У этого, кстати, есть один негативный момент. Как мне рассказывали, скажем, дело магазина «Океан», связано с разветвленной системой хищения, как тогда было принято говорить, социалистической собственности, пришлось перерывать просто волонтаристским путем, потому что, когда более двухсот тысяч, более двух тысяч человек, оказаясь привлечены к уголовной ответственности, стало понятно, что, если продолжать, ну, пол России сажать надо. Вот сейчас проблема, ведь проблема заключается в том, что они накопились столько, что они, извиняюсь, проглотить этого сразу не смогут. Пахать, не пахать, придется выбирать. Вот почему я говорю, что я думаю, что в первую очередь будут смотреть на тех, кто имел участие общаться с дальним зарубежным. Потому что все переварить сразу, они не смогут просто... То есть, фактически сказано вами, следует, что впереди еще не один, и не два, и не три задержания, отставки и ареста. Все это будет продолжаться. И впереди практически ротация всего руководящего состава российской армии. Да. А значит, Лефортов будет продолжать заполняться нынешними генерал-майорами, генерал-лейтенантами, генерал-полковниками и большими начальниками. Я Лефортова знаю, бывал там не раз по долгую службу. Правда, с одной, к счастью, со стороны, с одной, к счастью. Поэтому не хватит. Не хватит. Оно не резиновое. Есть ведь и другая сторона. А медаль заключается в том, что все они... Готовы ли они идти к агонцаму? Потому что они прекрасно понимают, что их судьба отличается только датой. Куда придут. За кем придут первым, за кем придут. Заменитое лагерный принцип. Умри ты сегодня, а я завтра. В общем, так же сейчас такие же настроения военно-руководство страны. Как мы вот с вами скажем, это не тот самый верховный. Просто селок не хватит, чтобы туда все это делать. Но они-то понимают. Воронки гревят моторы, чтобы приехать сегодня за тобой, и завтра за мной. Вот как они? Как Тухачевский с товарищами пойдут? Что-то свое. Рисурс у них для этого предоставлено. В общем-то даже особо будет. Чехни. Что это очень интересно. Точка развития российской истории. Здесь никакой точки ставить не будем. Ставим тогда с вами многоточие. и договариваться. Я с уважением отношусь к нашим уважаемым подписчикам и зрителям. Поставим многоточие. А на крючок, я думаю, что сейчас ФСБшники сажают очень многих военно-начальников. А военно-начальники думают, глядя на эти крючки с червячками, что в общем многоточие поставим. Я думаю, что события будут развиваться самым интересным образом. И у нас еще будет в ближайшие несколько недель с вами интересные темы для обсуждения, для беседы. Всех, кто смотрел этот большой важный разговор с генерал-майором ФСБ Евгением Вадимовичем Савастьяновым. Пожалуйста, поставьте нам лайк. Так работают алгоритмы Ютуба. Напишите в комментариях то, что вы думаете об услышанном, потому что это уникально, это очень важное свидетельство. И в комментариях здесь пишите ваши важные, интересные вопросы, которые, я надеюсь, у меня будет возможность задать нашему уважаемому собеседнику в следующий раз. Евгений Вадимович, спасибо вам огромное за потраченное время, за то, что делитесь этой очень важной информацией. Я думаю, что то, что происходит сейчас, имеет корни в тех историях, о которых вы упоминали в первой части беседы. Сейчас начинают происходить самые интересные события, в том числе на передний план в ротации и в столкновении между ФСБ и Министерством обороны выходит и ФСО. Но об этом тогда с вами более детально и подробно, если позволите, в следующий раз, на следующей неделе, через неделю. Хорошо? Спасибо. Спасибо вам, спасибо нашим уважаемым зрителям. Всего доброго. Спасибо большое. И всем мирного неба над головой. И традиционно в конце нет ГУЛАГу и войне в 21 веке. Мы продолжаем. Продолжение следует... Продолжение следует...